А сейчас обратимся ко второй части. Мы ее начнем, а потом прервемся минут через десять. Давайте посмотрим, какому Богу мы поклоняемся. Возможно, цели более высокой, чем поклонение Богу, для нас с вами не существует. Ведь мы уподобляемся тому, кого превозносим, и кому служим в радости и горе. Все зависит от природы, от сущности Божества, которому мы поклоняемся. Если это Бог Священного Писания, то подобными Ему мы и будем. Если же мы посвящаем себя идолу, то этого идола и будем отражать. Один из моих любимых христианских авторов, во взглядах с которым по отдельным важным вопросам мы расходимся, чего нельзя сказать о рассматриваемой сегодня теме. Иногда о его книгах говорят, что читать их — все равно, что совать голову в доменную печь. Эйден Уильсон Тозер. На протяжении длительного времени он служил пастором церковной общины Христианско-миссионерского союза в Чикаго. Тозер написал книгу о Боге, его атрибутах и качествах, под названием «Величие Бога». Советую вам приобрести ее на Amazon.com. Возможно, ее переиздали, сейчас переиздают многие произведения. Видимо, некоторым все же нужно периодически совать голову в раскаленную печь. Так вот, Тозер пишет, «Наше представление о Боге наиболее полно характеризует нас самих. Всемирная история показывает, что ни один народ никогда не поднимался выше своей религии. А духовная история человечества свидетельствует, что не было ни одной религии, наличие которой превышало бы величие, проповедуемой ею идеей Бога. В церкви наиболее важно то, что она говорит о Боге. Или то, что она предпочитает о Боге не говорить, так как ее молчание часто оказывается более красноречивым, чем ее речь. Церковь не может скрыть своего отношения к Богу. Полагаю, слова Тозера имеют здравую библейскую основу. Если открыть Псалом 113, это один из многочисленных текстов Библии, подтверждающих мою мысль. То мы увидим в нем очевидное и важное противопоставление. В стихе 11 написано, «Бог наш на небесах и на земле творит все, что хочет». Это Бог-владыка, наш Создатель, Искупитель Израиля. И далее смотрите, какое противопоставление. А их идолы серебро и золото – дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанию Своею. Подобны им, да будут делающие их. И все надеющиеся на них. Противоположное этому мы находим в Новом Завете. Мы же, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу. Все зависит от того, на что ты настроен, на чем сосредоточен, в своем духовном почитании. Это твердый библейский принцип, в связи с которым возникает вопрос, на чем основаны наши представления о Боге. В евангельском богословии, на Священном Писании, как откровении о едином и истинном Боге. Без подобного откровения о Боге, наше богословие было бы слепо и безосновательно, и представляло бы собой не более чем отчаянную попытку представить себе Бога. Так что же мы узнаем из Писания? Во-первых, Бог — это личность. Одна из характерных черт личности — способность к повествованию, передаче сообщений, когда личность способна рассказать сама и о себе. На данный момент уже имеется достаточно оснований для утверждения о том, что формирование нашей личностной идентичности тесно связано с нашей историей жизни, в нашей же интерпретации. Аналогично и признание личностной идентичности осуществляется посредством наших сообщений о себе и сообщений других о нас. Вот почему истории жизни человека занимают в знакомстве с ним столь важное место. Характер этих историй во многом будет определять, насколько близким станет ваше общение. Личное существование оформляется в истории, историзируется — это новый термин, который набирает популярность. Так, в десяти заповедях Бог представляется народу израильскому как тот, кто вывел их из земли египетской. Книга «Исход», глава 20, стихи 1 и 2. Здесь, и к этому вопросу мы еще вернемся на грядущей неделе, наблюдается отличие библейского богословия, ориентированного на исследование Божьих откровений от книги «Бытие» до книги «Откровения», от богословия систематического, с его описанием Бога. Если вы когда-либо углублялись в систематическое богословие, то оно наверняка предоставляло вам список. Список Божьих атрибутов. Это нормально и вполне приемлемо. Просто формируется иное восприятие Бога, чем, скажем, на основании книги «Откровения». Причем списки атрибутов, как правило, относятся к одной из двух категорий. Атрибуты, присущие только Богу, то есть непередаваемые, и атрибуты, которые могут характеризовать и Бога, и человека, то есть передаваемые. Например, мудрость. Бог обладает совершенной мудростью, а мы наделены ей в разные, но меньше, чем у Бога степени. Почти уверен, что с этой темой вы уже знакомы, если читали Грудема, Эриксона, Бергхофа и других авторов. Данный вопрос мы еще будем рассматривать отдельно на будущей неделе. Итак, Писание содержит Божьи истории, которые и дают нам представление о нашем Боге. Это своего рода краткие рассказы о Божьих деяниях. А теперь давайте обратимся к вопросу о Божьих ролях или функциях. Уже на первых страницах Писания мы читаем о Боге как о Творце. Классическим текстом данной категории выступает Бытие 1, где Бог представлен как великий труженик, который отдыхает один день в неделю. Это история о том, как Бог творит небо и землю, моря и все, что в них. Итак, это повествование из разряда повествований о Боге-Творце. Помимо этого, Библия рисует нам Бога как Судью. Пример этому во все той же книге Бытие, главе 3. Бог производит суд над грехом Адама и Евы, а также над змеем. Он провозглашает приговор и приводит его в исполнение. Бог проклинает змея, изгоняет Адама и Еву из райского сада и ставит Херувима с пламенным мечом охранять путь к древу жизни. Итак, Бог-Творец, Бог-Судья, Бог-Искупитель. Конечно же, классический ветхозаветный текст, в котором Бог представлен как Искупитель, содержится в книге «Исход». Однако, посмотрите, как языком этой книги толкует крест Христа, пришествие Христа, его крест, апостол Павел в Галатам 4, стихах с 4 по 7. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление, дабы нам стать сынами Божиими, а значит и наследниками Божиими, через Иисуса Христа. Итак, снова, Бог-Творец, Бог-Судья, Бог-Искупитель и Бог-Свершитель. 2 Петра, 3 глава, стихи с 8 по 13. В ответ на всеобщий скептицизм по поводу исполнения обетования, пришествия Мессии и неизменности ситуации, Петр говорит, не следует понимать долготерпение Божие неправильно. У Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Он долго терпит нас, чтобы все пришли к покаянию. Однако настанет день, когда творение действительно обновится. как когда-то, после потопа. Бог дарует новое небо и новую землю, где будет царствовать правда Божия. Прекрасно сказано. Бог свершит свой замысел. До конца. Таким образом, названные и другие истории раскрывают нам Божьи роли, Божьи функции. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok